Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня я решила отправиться в пятерочку. Вообще у меня вчера был соблазн сделать доставку на дом, но потом я посмотрела на свой список. Там есть некоторые товары, ну много даже товаров, которые не дешево стоят. Поэтому я решила уже дождаться утра, потому что такого срочного особо не было. И утром, думаю, схожу в пятерочку, потому что пенсионная скидка 5%. Ну и потом я люблю сама повыбирать товар, покрутить, повертеть его и, в общем, сделать замену, которую мне нужно сделать самой, самостоятельно. В доставке там определённый список товаров, но не всё там, кстати, на сайте есть. Кстати, что касается доставки, я посмотрела видео дочки, почитала комментарии там под тем видео. И хоть я и снимала, но не все, наверное, видели, или, может быть, не все поняли, как происходит списание средств денежных во время доставки. Там сначала замораживают какую-то определённую сумму на тот товар, который вы заказываете. Потом, если товара какого-то в наличии нету, и его, допустим, удалили из списка, то они пишут, что это делается возврат, но на самом деле они эти деньги не списывают с вас. Они списывают, если вот вы посчитаете по списку буквально всё, что там написано, каждый товар, приплюсуете на калькуляторе, добавите туда доставку, и у вас получится ровно та сумма, которую с вашего счёта как раз таки и списывают. Я всё это выясняла, и в итоге выяснила, мне стало всё понятно. То есть на этот возврат, я не знаю, зачем они это пишут, что заморожены, что возврат, лучше было бы, если бы они писали сразу конкретный список продуктов, доставка и сумма списания. Так что у меня теперь всё ясно, всё как белый лист, белый свет, всё понятно, поэтому у меня нету никаких вопросов по доставке. Ну, единственное, что, конечно, неизвестно, что принесут, например, картошку какого качества принесут, или ещё там какой-то товар. Если вы определённый список всегда заказываете один и тот же, то, в принципе, ничего страшного. Но если что-то это уже конкретно не весовой товар, а вот в упаковках уже, знаете, конкретно там сумма, вы знаете, что эта упаковка именно такая, там сока или чего-то, то, в общем-то, можно и заказать. Ну, решила я сегодня всё-таки пойти прогуляться самой, тем более мне всё равно нужно выйти на улицу и ещё в другой магазин зайти кое-что купить. Так что я решила сегодня уже выйти. Погода более-менее нормальная, терпимая, мороз небольшой, ветра нету. Поэтому собираемся и идём, посмотрим, что там есть на полочках в пятёрочке. Ну что, девочки, заходим в пятёрочку. Девочки, ну я вот уже зашла в магазин, и вот что первое я взяла, миндаль, чернослив, абрикос. Всё это красная цена. Кстати говоря, красная цена – это тот же товар хорошего качества, только, вот давайте посмотрим состав. Абрикос сушёный, целый, без косточек, консервант, док, сит, серый. Ну, консервант везде добавляют, потому что нужно же, чтобы она дольше хранилась. Ну, а красная цена – товар весь хорошего качества. Ну, единственное, что мне колбасные изделия не нравятся, а остальное всё очень нравится. Это их бренд, внутренний, магазинный. Взяла апельсины, взяла яблочки. Яблочки взяла сезонные. Взяла стельдерей. Петрушка, укроп. И вот я дошла до отдела молоко. Молоко в тетрапаках, оно просто хранится дольше. И решила посмотреть, что тут за состав. Ну, например, чем отличается красная цена по составу, вот, скажем, не красной цены. Вот я смотрю, молоко нормализованное – это красная цена, полтора процента. Если взять другие простокваши на молоко, даже взять вот агушу детское молоко, то же самое написано здесь. Состав молоко нормализованное. Тот же самый состав. Разность только жирности, всё. Ну, и зачем я буду брать по 102 рубля, если я могу взять молоко вот такое, 51 рубль стоит. Девочки, выбираю мюсли без арахиса. Ну, вот здесь вот хороший состав такой, арахиса тут нет. Это мюсли, мюсли с яблоком. Вот эти я возьму. Стоят они 99,99. В общем, 100 рублей. Ну, вот из этого всего разнообразия каш. Я раньше брала вот эту всё время. Но здесь есть арахис. Вот раз, два. То есть, 4 пакетика с арахисом. Хотя 10 пакетов, 10 пачек здесь стоит 90 рублей. Это выгодно, конечно, брать. Ну, я решила на этот раз взять быстров, без молока, на воде буду делать. И я здесь уже, в общем-то, состав почитала. И он меня устраивает. Вот такой вот состав. В общем, он меня вполне устраивает. Так что я беру вот эту кашу. Девочки, а ещё я увидела вот здесь мюсли другие. Такие я ещё не пробовала. Написано, финский контроль качества. Ну, в общем, я уже почитала состав. Состав меня вполне устраивает. Я возьму ещё такие мюсли, буду пробовать, сравнивать. Что больше понравится, то и выберу потом. Так, ну что, какую выбрать сметану? По акции 20% или без акции 15%? Возьму без акции, ладно. Возьму 15% уже, раз привыкла её есть, буду я её и есть. Нечего жирность повышать себе, да? Так, беру свой любимый йогурт. Он идёт сейчас по акции, по карточке. И его можно и так пить, и с клетчаткой употреблять, и вместо сметаны. В общем, классно. Так, кефир с жирностью 1%. Ну, возьму по акции вот этот. Попробую. Девочки, беру иногда вот эти блинчики с мясом молодых бычков. 136 рублей 99 копеек стоит 6 штук. Но они иногда очень выручают. И очень вкусные. Мясо там тоже очень вкусное. Побалую себя, что ли, вот этим артик-гриль. Нравится мне вот эта штука. Намазать на хлебушек бутерброд вкусный. Стоит 123,99. А ещё вот эту грудинку взяла по казачьей. По-парижски не было. Ну, здесь, смотрю, вроде бы жира мало. Надо попробовать. Свеженькая. Сколько стоит, надо посмотреть. Так, ну, есть какие-то макароны. Не знаю, по акции, но я их не пробовала. А я люблю брать то, что я уже пробовала. Вот эти вот я возьму. Я их уже брала. По акции скидочка. Я люблю брать со скидочкой товар. Грудинка стоит 239,99. Здесь 370 грамм. Но ничего. То есть мятина зато. Девочки, белый хлеб я уже давно не беру. Он вредный. Солодовый, он кислый. Мне не нравится. А вот отруби мне как-то врач посоветовала. И батон со трубями я давно уже употребляю. Притом он в холодильнике очень долго хранится. Я даже если его ем 2 недели, то он прекрасно себя чувствует этот хлеб. Так что вот этот я всегда беру. Давно я не смотрела на цену хлеба. Хлеб этот стоит уже 33,99. Хотя он был раньше 29 рублей. Да, по чуть-чуть все дорожает, к сожалению. О, я увидела свой любимый шоколад. Мне бы, конечно, брать горький. Но я беру темный, вот с цельным миндалем. Он мне очень нравится. Кстати, он стоил около 150 рублей. Сейчас дешевле почему-то. Люблю я этот шоколад. Вкусный очень. Так, посмотрим, сколько стоит сахар. Обычный сахар стоит 41,99 у нас. Ну, не знаю, он, конечно, подорожал. Но я давно уже, последний раз, покупала сахар. Я его очень редко расходую. Обычно я его употребляю где-то в приготовлениях, куда-то добавляю. Мне килограмма, килограмма вообще сахара надолго хватает. А вот тростниковый дороговато стоит. Сахар экстра, интересно, что это такое. Это вообще он что, мелкий, как соль или что? Никогда не видела. А вот интересно, соль экстра обычно я беру такую. Ну, только предпочитаю едированную. А эта соль чуть дороже стоит. Соль морская, мелкая, едированная. Возьму-ка я ее на пробу. Может, она полезней вообще. Соль надолго хватает, поэтому эта разница в цене особо не будет сильно чувствоваться. А вот интересно, яйца красная цена, сорт второй, 70 рублей стоит. Ну, вообще, сорт первый, второй и нулевой отличаются размером. Небольшая разница в размере. Так. А сорт первый стоит, красная цена, 74,99. А вот селяночка стоит 77,99. Вот чуть-чуть дороже, хотя разница между яйцами, не знаю, особо яйцами. Я, наверное, разницы там не вижу. Так, и вот сорт нулевой, или как отборный называется, по красной цене, 83,99 стоит. А вот селяночка стоит, сорт нулевой, 85,99. Ну, я беру красную цену, меня вполне устраивает, яйца по красной цене. Как раз только высыпали свежую картошечку, такая хорошенькая, одна в одну. 30 рублей килограмм. Ну, вот взяла небольшой пакетик, килограмма два, может быть, чуть больше. Ну, вот набрала телегу, зато все сама поубирала, все, что мне нравится, все симпатичное. Я взяла еще лимончик, один лимончик чаю себе взяла, что-то за циферка, я не знаю, мы ее убираем. Ну, вот, девочки, полные два пакета я принесла. И оставила я в пятерочке 2007 рублей. Это со всеми скидочками, и по красной цене скидочки акционные, и скидочка пенсионная, со всеми скидками. Еще я зашла в мясную лавку, взяла я там творог, мне нужно было взять 5% фасованный, 350 грамм, для блюда, которое я буду готовить позже, в другом видео. Сыр гауда 45%, здесь у меня 439 грамм, заплатила за сыр я 164 рубля, а за творог 102 рубля заплатила. Ну, еще я заскочила в фикс прайс, взяла вот такую разъемную форму, буду в ней готовить. Что я буду готовить, узнаете потом, в следующем видео. Формочка эта стоит 199 рублей. Давно хотела, но вот, наконец-то взяла. Ну, вот и все, девочки, вот такой небольшой обзорчик я вам сделала. И прогулялись мы вместе в магазин, и посмотрели, что почем, и где какой состав. В общем, я так посмотрела, меня все устраивает из того, что я выбираю. Вот, кое-что новенькое попробуем, мюсли, например. И, как обычно бывает, знаете, заходишь в магазин, вот я, например, картошку не планировала брать. Ну, у меня чуть-чуть картошки где-то с килограмм есть. Но когда я вижу вот такая хорошая картошка, ее только привезли, есть из чего выбрать. Ну, естественно, я выбрала, и, в общем, получились полные сумки. Ну, в принципе, вес сумок приемлемый я спокойно донесла, и даже без остановок до дома до самого поднялась. Для чего я взяла формочку круглую, и кое-что из продуктов я взяла для того, чтобы в дальнейшем вам что-нибудь приготовить, показать, что-то новое буду готовить. Но в этом видео я готовить не буду. Сегодня я вообще не планирую готовить. Поэтому вы готовку увидите уже в следующем или, может быть, последующих видео. Оставайтесь со мной. Вот и все. На этом я видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.